Ренат Юрьевна, вы ведь что-то от меня скрываете. Может быть, расскажите мне? Хорошо. Когда Никита был маленький, его папа нас бросил. Мы сменили несколько школ, а потом он просто сбежал. Сегодня у моей Ренаты день рождения. Это для тебя. Аллегория материнства. Всегда умудряется праздник испортить. Ни воспитание, ни школа не уберегут вашего ребенка, если по пятницам у него из головы вырастают рожки. Поговори с ним. О чем? Ну, чтобы он согласился на лечение, ты отец. Пускай он сам выпутывается. Ты живу специально, как девчонку, воспитала, чтобы меня унизить. Вот теперь сама расхлебываю. У меня 50 человек в подчинении. Я знаю, о чем они говорят, кто с кем спит, знаю, кто меня ненавидит. Но я ничего не понимаю про свой голос есть. Ну так скажи это, что любишь меня. Это ж так просто. Мы проверяем заявление о похищении Никиты Прозре. Мой сын на Гоа. Почему-то мне кажется, что вы не хотите мне помочь. Вы видели, как Никиту посетить? Нет, но я открыла дверь, меня попросили. Зависимы все. Кто от эмоций, кто от наркотиков, кто от инстинкт. Попов занимается психокоррекцией. Метод-то радикальный, но, надо сказать, довольно действенный. Никита попал к нам в крайне запущенной стадии. Когда обычные методики вряд ли могли помочь. У него такие были глаза. Полный страх и ужас. Я мать. Я пытаюсь помочь своему сыну. И сделаю это любыми доступными мне средствами. Ты мне чего угрожаешь? Хочу, чтобы ты исчезла. Так что вы хотите, чтобы я вам рассказала? Расскажите правду. Расскажите правду.